Друзья, всем привет! В этом видео хочу вам рассказать об этапах, трех этапах нашей программы, которую мы будем пройти. Это методика, которую мы вам представляем, по которой мы с вами пойдем. Сейчас расскажу, из чего она состоит, как она проходит, и вы можете ее использовать за основу работы со своими клиентами. У нас методика называется кодовое название ВНД, это значит всех на два. Поставил плюсик, потому что с плюсом. Здесь мы дополнительно с вами работаем больше двух миллионов, в общем, кто идет дальше. Но минимум это два миллиона, на которые мы идем. Идем мы тремя этапами, три этапа всего. Первый этап это создание и продажа нового продукта в ручном режиме. Наша задача создать ваш новый продукт на ваших способностях, на наших навыках и продать его ближнему кругу клиентам. Для чего? Для того, чтобы вы в моменте заработали деньги, расплатились тоже с нами, и мы дальше уже идем с клиентом, мы вам помогаем вести. То есть мы уже сфокусированы на работу с вами до результата. Этап номер два, это как раз таки вы ведете клиентов. Когда вы создаете новый продукт, у вас есть незнание в чем-то, каких-то навыков у вас не хватает. И вот наша задача вам дать уже эти навыки, чтобы вы смогли с клиентом проработать эти моменты и с нашей поддержкой. То есть вы ведете клиентов по своей методике плюс нашу, добавляете где там привлечения клиентов, где подрядчиков каких-то, где продажу нужно сделать. И мы вам помогаем на этом пути, чтобы у вас были результаты у вас и у ваших клиентов. И чтобы они оставили замечательные отзывы. И только в этом случае дальше мы уже идем с вами на автоворонку маркетинговую стратегию прорабатываем. То есть как мы будем это делать постоянно. То есть первым этапом продаем, вторым этапом введем, третьим этапом мы с вами уже делаем эту систематизацию. Есть возможность сразу же заплатить полную стоимость, полную сумму и работать с любого этапа, хоть сразу с маркетинг-воронкой. Если у вас уже готовый классный продукт, если вы знаете, что вы хотите продвигать и продавать, просто оплачивайте и идем туда. Если у вас еще продукта нет, если его надо создать, если с вами надо поработать в процессе, то мы идем таким путем, который идем. Итак, давайте посмотрим, из чего состоит. Первый этап, вот он самый такой достаточно обширный получается. И с ним придется работать максимально детально. Я вам буду давать задания, вы будете их делать, переносите, смотрите, старайтесь не перепрыгивать этапы. И у нас будет здесь несколько уроков. В данном случае, по-моему, у нас 7 уроков примерно есть и 7 тем надо будет сделать. Первоначально у нас есть точка входа, то есть у вас есть энергия работать, вы понимаете, с чем вы пришли, что вы хотите. Мне не нужно будет вас мотивировать. Если вы хотите мотивироваться, вы можете воспользоваться нашими тоже дополнительными вариантами, либо в чате, либо сказать, что вот что-то там не получается психологически. В общем, пойти к психологу, к коучу, к наставнику. То есть нам нужно, чтобы у меня нет способности и детального желания работать с состояниями. Я это не очень люблю, не очень хочу делать. Вот, поэтому вы это делаете самостоятельно. Со мной очень важно приходить уже в заряженном состоянии и делать результат. То есть у меня так, я результатник по конкретным технологиям. Вот, дальше у вас должно быть желание, базовое понимание, как работать, онлайн-работа, твердые навыки в какой-то области, отсутствие нужды, долгов, кредитов, эмоциональных блоков, всего остального. С этим точно нужно разбираться самостоятельно, либо разбираться заранее, чтобы вы входите чистенько в эту программу. Есть два часа время, два часа в день заниматься этим бизнесом. Далее у нас происходит знакомство. Вот первый этап – это у нас знакомство, рассказ о себе и о нас. Мы рассказываем, что мы делаем, вы рассказываете, что вы делаете. Собственно, дальше мы идем уже в решение задачи. Вы рассказываете точку А, да, и переходим к уроку. Урок номер один – это создание модели продукта. Это один из основных уроков, потому что это техническое задание нам для работы. Очень важно в самом начале сделать позиционирование для себя. Мы с вами делаем упражнения, кто я, кто клиент, какой результат и как, каким способом мы это делаем. То есть из этого мы вытаскиваем ваш продукт. Я вам даю плюсы и минусы каждого решения, есть задание. И мы по итогу здесь должны написать, что, как мы делаем, чтобы у нас не было каких-то разночтений, чтобы мы потом вдруг поменяли нашу работу. Также здесь мы выбираем маркетинговую стратегию. Какой у нас тип проявленности будет, больше блогерская, либо больше экспертная. Мы с вами тоже это обсуждаем, получается. И способ у нас продвижения платный или бесплатный. Для чего это нужно здесь? Для того, чтобы вот здесь способ, он тоже может быть затронут частично, когда вы составляете у себя. Уникальность мы вашу определяем по системе BEST. Что вас больше всего привлекает? Выгода, эмоция, стабильность, системность, либо быть лидером признания. То есть что вас мотивирует, что мотивирует ваших клиентов для того, чтобы свой продукт сфокусировать именно на это. Это наши инструментальные ценности, то, над чем у нас лучше всего получается работать самим с клиентами, и за счет чего наши клиенты получают результаты. То есть то, как мы проявляемся в жизни. У меня, допустим, это системность больше всего, и выгода. Меньше эмоции, и меньше быть там, завоевывать какие-то места. То есть мне важно, чтобы было четко по системе, и были выгоды от нашей работы. Когда начинаются эмоции, качели туда-сюда, я с удовольствием отправляю людей к психологу, не хочу этим заниматься, поэтому я вам так и говорю. Это не хорошо и не плохо, вот я себя понимаю, меня можно и нужно использовать по назначению. Точно так же, как можно и нужно использовать вас по назначению, и ваши клиенты покупают у вас за что-то. Здесь мы это определяем. В результате первого урока наша задача выбрать варианты проектов, над которыми мы будем работать. То есть они у нас уже будут сформированы. Вы скажете, что я работаю над этим, и мы уже идем дальше. Какая здесь дополнительная может быть информация? По целевой аудитории выбор, подтвердить вариант, с которым мы будем работать, проработать, подтвердить выбор и отработать глобальные страхи, если есть. На каждом этапе у нас возникают страхи. Вот я продукт сделал, но я не понимаю, как с ним работать. Отработаем, сделаем. И создание описания своей целевой аудитории, для того, чтобы мы понимали четко свою аудиторию, с которой мы будем работать. Урок номер два. Это авторская методика. После того, как мы выбрали аудиторию, выбрали проекты, выбрали процессы, наша задача что сделать? Наша задача выбрать ту методику, по которой мы будем доводить до результата. У нас есть две методики, внешняя и внутренняя. Внешняя методика – это как мы транслируем на мир, то есть каким образом люди нас воспринимают, и как они видят то, что мы представляем. А внутренняя – это то, что на самом деле надо делать. Это уже наша программа. Очень часто люди путают и показывают наружу внутреннюю методику, показывая внутренности своей программы, что мы будем делать. В этом случае человек думает, ой, как сложно, или я вот не хочу эти процессы делать, или что-то там не нравится. Мы показываем всего лишь основные этапы внешние, чтобы он понимал, что есть ключевые этапы, чтобы добиться результата. То, что внутри, у нас уже будет отдельно внутри. В финале, когда он будет покупать, мы им будем показывать. Но для себя наша задача, нашу методику – понять, как мы это делаем, как мы доводим человека до результата, который мы обещали вот здесь. Потому что здесь мы обещаем способ и результат. Вот это как раз-таки способ и результат, к которому мы идем. Мы должны это прописать. Домашнее задание здесь будет посмотреть конкурентов. Если идеи не хватает, можно всегда посмотреть, что они делают. Делать либо так же, либо делать по-другому вообще. Дальше выбираем неконкурентное преимущество. Если у вас есть что-то, что нет у ваших коллег-конкурентов, что вы можете представить, какие-то суперсвойства, либо суперресурсы тоже добавляем. Вспоминаем об этом. Будет задание по ресурсам. Свойства свои по системе BEST. Тоже здесь показываем то, что мы там обсудили. Здесь уже более подробно применяем на методику. Потому что если у нас эти свойства определены, и мы их транслируем на продукт, у нас получается методика тоже с учетом наших свойств, нашем видении и позиционировании. Дальше третий урок – оффер. Когда у нас готова методика, наша задача теперь сделать, что мы конкретно предлагаем. У нас есть наша целевая аудитория, есть мы, есть авторская методика. Все у нас четко понятно. Наша задача теперь сделать конкретное предложение, чтобы дойти до результата. Здесь у нас 3-5 будет видов офферов. Добавлю еще чуть попозже. На работу с нами до результата, который хочет клиент, до результатов. На встречу на тест-драйв нам нужны офферы, промежуточный результат. Домашнее задание у нас здесь будет актуализация оффера. То есть наша задача будет первое, основное, по нашей базе сделать рассылочку и общаться с клиентами, узнавать, что им нужно, что они хотят и подходит ли им наша услуга. Скорее всего, подходит, потому что мы сделали из того, что у нас есть, и из тех клиентов, которые у нас есть, часть из них согласится, потому что мы спроектируем продукт, идеальный для нашей аудитории. Частично они согласятся. Они могут согласиться, нам нужно всего лишь взять 5-10 клиентов из нашей базы, так и из других баз. То есть мы здесь поймем, сможем ли мы заработать миллион с плюсом. Дальше мы тренируем продажи. То есть оффер мы сделали, мы пока никому ничего не отсылаем. Пока просто все поняли, как делать. Теперь наша задача потренироваться с продажами. Это значит, что у нас будет занятие о том, как теперь все это дело продавать, как вести диагностику вот эту, которую мы с вами проработали, оффер на встречу тест-драйву, как вести этот тест-драйв так, чтобы клиент покупал. Мы должны это отработать. Теперь наша задача будет провести диагностики, пригласить людей, и вот тех, кого мы пригласили, офферам сказать, вот теперь можно к нам прийти и на встречи попродавать. Значит, мы здесь продаем. И если у нас было заявок достаточно много, если у нас есть уже клиенты потенциальные, которые к нам пришли, то чаще всего мы можем продать, если мы сделали все упражнение хорошо. Если вдруг клиентов не хватает, наша задача уже двигаться дальше, и у нас происходит распаковка личности. Это тест у нас уникальности. Мы с вами проработаем, как сделать уникальную технологию. Значит, собираем свою, о себе. Для чего мы это делаем? Мы собираем эту информацию для того, чтобы начать проявляться в личном общении, в личных отношениях. Почему? Потому что наша задача здесь собрать минимум 5-10 человек, чтобы они заплатили нам минимум миллион рублей. Если мы этого не сделаем, то дальше нам собирать, упаковывать смысла нет. Нам же нужно вести группу. Если мы группу ведем маленькую с предоплатами, то у вас не хватит денег, вы их не доведете просто. Вам нужно деньги, чтобы они заплатили, и тогда группу уже можно будет вести людей, которых мы выбрали. Поэтому ключевая здесь задача – разными способами собрать нашу группу. Как это делать? Либо за счет личной работы. Никакую автоворонку пока делать не надо. Пока все вручную делаем. Это именно ручным способом. Урок номер 6. Мы прописываем цепочку поиска новых клиентов. Каким образом мы найдем новых клиентов? На диагностику пока. Через диагностику мы продаем. Либо это может быть проявление в группах, либо может быть короткая презентация канала рекламы инструмента. Приглашаем всех на тест-драйв на свой. На нашу встречу. Далее мы повторяем это действие, пока мы не набрали нужное количество людей. И как только набрали, мы можем стартовать. То есть теперь мы создаем материалы уже под выбранный... Вернее, материалы мы собираем для того, чтобы собрать эту аудиторию. И теперь запускаем цепочку и работаем до результата. До результата это когда у нас в продажах будет 1 миллион. В результате у нас здесь продан 1 миллион. И мы можем приступать к следующему нашему шагу. А следующий наш шаг это уже доведение клиентов до результата. Какая может быть ошибка? Взял два клиента с предоплатами и дальше ничего не происходит. Что можно и нужно делать? Нужно взять клиентов для того, чтобы были продажи, были деньги и с ними можно вести. Теперь следующая точка входа. Это 5-10 человек заплатили 1 миллион и более. Люди нам доверяют эти люди. Есть наработки по методике по вашей плюс порядок действий. Могут быть какие-то действия непонятны. В целом, да. Но в целом как бы есть ориентация, что нужно делать. Также человек готов работать с новыми клиентами. Создавать методику 3-4 часа в день. Вы должны быть готовы работать с новыми клиентами. Что тут происходит? Здесь новых клиентов, которые вы взяли. Урок может быть такой. Вы собрали 5-10 человек, вытащили среди них, что им надо делать. И можете проконсультироваться по ним, как составить для них персональный план для работы. Далее, домашнее задание под каждый персональный план. Вы берете из наших материалов, которые у нас есть, уроки, шаблоны, упражнения. Все, что вам нужно для того, чтобы довести клиентов до результата. И по сути доводить клиентов до результата. Результат. У вас выполнены обязательства перед клиентом. Кейсы клиентов, которые довольны, уверены в себе в продукте. И уточнением методики происходит вашей, потому что вы ее в процессе уточнили, отработали что-то, взяли от нас, что-то своей теме доработали, что-то с клиентами проработали. И теперь вы можете набирать новую группу из теплой базы. Теперь, говорите, у нас уже были люди, которые сделали результат. Теперь следующие тоже можете приходить ко мне. Либо второй вариант уже можете делать. Либо из теплой базы набирать следующий запуск, либо уже теперь можно нормально делать маркетинговую воронку. Здесь наша задача сделать маркетинговую воронку. Дальше мы ее цепляем на холодную И часть из холодной тут же покупает Сразу же А часть из холодных людей не покупает Они подписываются Ведем и блок И ведем холодную базу Вот, тогда у нас получается Значит, двойные продажи Вот такой вот у нас план Как результат, у нас незнакомые люди Покупают новый продукт в холодную Либо подогревается через теплую Блок это у нас будет инструмент Получение заявок И его пополняем постоянно новой аудиторией Пока это все На этом у нас общая тема разобрана В следующей части поговорим О следующих вещах Которые нам нужны Уже более детально все это посмотрим Если какие-то есть вопросы задавайте Эту структуру можете использовать для себя Либо составить примерно такую же Для ведения ваших клиентов На связи был с вами Станислав Орехов И до встречи